Ленинск-Кузнецкий один из первых городов в Кузбассе, в котором построен доходный дом. Уже не первый год политика городских властей направлена на привлечение молодых квалифицированных специалистов в социально значимую сферу деятельности, образование, правоохранительная система, медицина. Это наподобие дом специалиста был в лесном городке, только тот строился за счет городского бюджета и было там двухэтажное здание. Там были квартиры одна-двухкомнатные. Здесь принцип из тех же материалов будет дом 48-квартирный, то есть побольше и по площади квартиры будет немножко побольше, но квартира тоже одна-двухкомнатная квартира. Это прежде всего для, уже неоднократно мы говорили, для той категории людей, которым нуждается муниципалитет. Это специалисты, это врачи, учителя, спортсмены, наверное. В светлых и теплых квартирах дома эконом-класса подходят к концу отделочные работы. Установлена новенькая сантехника. А просторные коридоры позволят новоселам даже массивную мебель без проблем пронести и установить в квартире по собственному усмотрению. Желающие заселиться в такие квартиры, где к тому же плата за аренду чисто символическая, а реальные расходы только за услуги ЖКХ, уже сегодня предостаточно. Конечно, будут обеспечены те, которые согласны положению о доходном доме. Но там есть определенные условия. Это первое условие, это возраст, конечно, и это второе условие, чтобы работал именно по специальности. И третье условие, конечно, чтобы жил в городе не более трех лет. На строительство доходного дома потрачено 57 миллионов рублей из областного бюджета и 4 миллиона из городского. Они пошли на коммуникации благоустройства прилегающей территории. Здесь будет установлена детская площадка для малышей и турники для ребят постарше. Предусмотрено больше парковочных мест, чем было в плане первоначально, с учетом пожеланий жильцов. Зача дома запланирована до конца октября. Это первый доходный дом в Ленинске-Кузнецком. И в середине октября 48 молодых квалифицированных специалистов решат временно свои же личные проблемы. А потом встанут на ноги и приобретут собственное жилье. Но можно быть уверенными, что эти квартиры пустовать не будут.